Не хотелось бы. Все это такое грустно. Хотя, с одной стороны, каждая война, это такое... От... Как бы война, военные действия, фабрики и так далее, способствуют поднятию экономики той или иной страны. Мы это можем наблюдать и по Германии в свое время из кризиса они вышли, вооружение и так далее. И все это кончилось. Мы знаем, чем Америка вообще этим живет. Каждый раз что-то у них не так, они какие-то военные точки устраивают и этим как бы благосостояние своего доллара поднимают. Поэтому здесь уже, наверное, решают не правительства, а какие-то, я не знаю, корпорации финансовые, которые все это мутят, творят. Сейчас вот мы на Украине видим появление частных военных компаний, кто бы мог подумать, свою страну всегда защищал свой народ, да? Шел за родину, за маму, за отечество. А сейчас у нас, оказывается, у нас военные частные компании. Чьи они заказы отрабатывают, кто им платит? Явно не украинский или там сирийский или русский народ. Поэтому очень страшно. Очень страшно. Поэтому, дорогие друзья, давайте возьмемся за ум. Не будем идти на поводу всех этих политиков. А будем делать все, что для сохранения своего рода и своей семьи. А там же посмотрим, кто к нам полезет. Кто с мечом придет, тот от меча и сам погибнет.